здравствуйте уважаемые староумельцы тема нашего видео как построить погреб мы в прошлых видео рассмотрели из каких материалов можно построить погреб стены погреба а сегодня мы схематично расскажем на вот этом примитивном чертеже рисунки как вообще это происходит и любой человек в принципе самостоятельно может построить погреб который будет абсолютно соответствовать этому слову для этого на вашем участке выкапывается явно особого такого профиля то есть яма в яме 1 яма неглубокая но значительно шире того погреба который вы хотите это я мы может быть метр-полтора а вторая яма уже копается в этой яме и будет уже такой глубины какой высоты вы хотите чтобы у вас был погреб вывозить грунт обязательно с вашего участка если были грунтовые воды на вашем участке находится на достаточно заглубленном уровне а если у вас грунтовые воды близко то вам придется вокруг этого погреба еще на расстоянии вот от этих от этих стен на расстоянии два два с половиной метра еще устраивать какие-то кладочки кладки кирпичные стены вот такие вот здесь нарисовал фрагмент стены и уже потом обратной засыпкой вся земля которая у вас выйдет вот эти стены можно сделать полтора метра метр-полтора и потом вся эта земля у вас может зайти и за вот засыпаться вот в это вот вот в это вот такую настройку которая вас будет потом на вашем участке присутствовать а если у вас грунтовые воды на достаточно глубоком уровне то землю можно просто лишнее вывести оставить незначительную часть для обратной засыпки вот тут уже над перекрытием погреба внутреннее устройство самого погреба очень элементарно простое при когда вы выкопаете основную яму вы построите опалубку опалубку из досок с внутренней стороны основу с наружной стороны опалубкой будет являться стены вашей ямы и зальете все эти и это все просто бетоном вот вот эти стены без пола пока зальете эти стены бетоном без всякого фундамента просто напрямую но можно туда еще при установке вот этой опалубки туда еще установить арматурные сетки арматурной сетки или всякое всякие металлические проволоки можно будет там связать сплести это будет достаточно когда вот этого зальете вот эти стены вертикальные нужно будет залить пол погреба бетонный чтобы он был с некоторым уклоном обязательно и вдоль одной стены в которой идет сам скат это оставить 5 10 сантиметров полосу не залит его не залитую бетоном туда потом можно будет насыпать щебень если у вас в погребе будет образовываться какая-то влажность то она будет стекать по этому полу и потихонечку будет нейтрализоваться вот в этом вот в этом месте то есть она будет впитываться в землю и вообще она будет там исчезать значит когда вы вот эти стены зальете уже все полностью сделаете у вас предстоит очень сложная операция заливка верхнего перекрытия верхнее перекрытие тут уже нужно будет сварить из арматуры какую-то арматорную решетку соответственно она должна быть очень качественно и нужно нужно понимать что при обустройстве арматурной решетки нужно нужно ее укладывать вот в нижней части в нижней части вот это вот этой плиты то есть чтобы она была где-то вот на этом уровне не верхняя в нижней и значит вы построите здесь перекрытие которое будет у вас из досок из всякого материала отходов который будет вровень вот с этими стенами перекрытие подпорки для него можно установить очень нехитрым способом который потом очень легко можно будет удалить вынести из погреба для того чтобы грамотно поставить подпорки нужно сделать такие небольшие ящички типа для рассады но без дна а поставить их на дно вашего погреба засыпать их мелким песком утрамбовать вырезать дощечку по размеру проема этого ящичка положить на эти ящички и сверху установить стойки уперев их вот в это перекрытие которое у вас будет ниже чуть-чуть вот здесь вот так вот так вот и вот эти вот опоры будут держать это перекрытие который будет держать вашу вот эту всю заливку когда у вас уже бетонирование пройдет закончится вот это вот плиты то вы оставите место для проема естественно то есть через этот проект вы сможете опуститься в этот погреб и молотком выбив одну из стенок вот этого ящичка выгреб или выгреб выгребая из-под него песок вот там монтировка или какого-нибудь там хотя бы даже молотком и вот эта стойка да слабину ему спокойно выйти и также вы поступите и вот с этой и не нужно будет там ничего пилить и никаких не нужно таких мощных действий когда у вас вот эта плита будет верхняя залито надо будет ей дать 2 недели не меньше чтобы она постояла и и можно слегка увлажнять если все происходит жаркое время то есть поливать лейку сверху когда ваша плита уже отстоит две недели полностью вы можете подстроить на ней вот такой вот вот такой вот люк из кирпича и при кладке кирпича можете заложить вот такие скобы в виде лесеных чтобы спускаться вот сюда потому что здесь можно будет на 100 был такой приступок на который вы можете опуститься только потом открывать люка то некоторые делают вот так вот и потом там такие акробатические тюды создают подпрыгивают чтобы люк открыть тогда у вас вот когда вы любите строить надо также будет в него заложить такие закладные уголки которые будут держать верхнее утепление то есть какой-то еще дополнительный поддончик на который будет укладываться ваш утеплить какой-нибудь утепление утепляющий мат и сама вот это вот сам люк он тоже должен быть выполнен с использованием каких-нибудь сверху утеплителей который будет плотно закрывать ваш погреб но еще мешковины можно будет холодную погоду закрывать вот здесь если глубина промерзания грунтов в вашем регионе высокая то по вот этому перекрытию погреба сверху можно будет уложить специальные утеплители которые продаются и называется утеплитель для отмосток она пенополистирольная но в этом случае в этом случае этот материал применять можно вот эти пенополистирольные плиты для утепления отмосток вы должны положить на вот эту тонкий слой песка положить где сантиметра два речного мелкого и по нему положить плотно вот эти вот пенополистирольные утеплители и потом уже все засыпайте землю это гораздо будет надежнее при глубоком промерзании грунтов а где грунт и промерзает на метр и не более то там вот это можно и не делать когда вот все вот это у вас уже будет выстроено вы можете производить обратную засыпку но если у вас погреб находится на открытом воздухе и не под крышей здесь должен быть какой-то соответствующий люк должен быть выполнен и земля должна быть засыпана быть не каким-то небольшим скатом чтобы потом вас все было покрыт там диодом и все прочее а если это находится помещение то это не так важно также надо особое внимание уделить устройству вентиляции вашего погреба и установив него такой вот вытяжку наш метод этот очень простой когда вы будете заливать верхнее перекрытие то перед этим опустите туда сквозь ту решетку которая у вас будет арматурная трубу до пола до бетонного пола трубу опустите труба должна быть такая ну сотка или что там у вас будет и на расстоянии 20 сантиметров от пола вы должны прорезать в ней отверстия с двух сторон такие чтобы практически рука проходила насквозь вот сквозь эту трубу два отверстия и чтобы вот эта труба у вас если она будет металлическая то чтобы она торчала из вот этого вот перекрытия вашего погреба не выше уровня вот этой земли которые вы засыпаете а дальнейшее и продолжение в этой трубы вы должны потом на нее насадить при обратной засыпке сюда асбоцементную трубу и дальнейшем да она должна у вас на улицу выходить уже асбоцементной трубой это делается для того что в районах с сильными холодами труба металлическая которая вот так вот выходит из помещения на улицу и торчит на воздухе она является дополнительным проводником холода это ли делать так не рекомендуется выпускать металлическую трубу на поверхность значит это у нас фактически приточная вытяжная система получается зимой она работает зимой она работает в обратном направлении когда некоторые движения воздуха у вас происходит из люка и стекли стечение более теплого воздуха может происходить а летом наоборот у вас теплый теплый воздух вот эта труба здесь немножко нагревается и происходит обратная тяга а верхней приточную трубу делать не надо потому что люк он сам является верхней приточной трубы вот самые основные принципы строительства погреба мы с вами рассмотрели любой человек состояние это сделал для этого нужно лопата ведро воде для раствора цемент и гравий но еще некоторое количество кирпича и желание и вы можете получить отличный погреб служите советом умных людей подписывай наш канал